Тема борьбы с распространением наркотической зависимости в первую очередь среди молодежи регулярно обсуждается на заседании районной антинаркотической комиссии, которая в минувший вторник была посвящена итогам деятельности полиции в этом направлении за 7 месяцев. В заседании участвовали главы поселений, сотрудники администрации, руководители организаций, имеющих отношение к работе с населением. В целом ситуация по противодействию наркоторговли в районе находится под контролем. Количество зарегистрированных преступлений и, соответственно, употребление наркотиков снижается. Однако в раскрытии преступлений цифры не радуют. Они составляют половину от среднего уровня по области. Отчасти сказывается происходящая реорганизация. В этом году Федеральная служба госнаркоконтроля была расформирована, и МВД, в том числе и районная полиция, расширяют свои полномочия и набирают сотрудников. Руководитель администрации Алексей Ивалов обратил внимание на то, что в скором времени реорганизация даст положительный эффект. Я думаю, что изменив структуру, он попроще будет работать в плане того, что взаимодействие будет эффективнее, мне кажется. Система ВВД, это, соответственно, ОБЭП работает с вами, и другие структуры, ППС работает с вами. В общем, наверное, все это, наверное, информационное поле будет обширнее, и, соответственно, реакция будет побыстрее. В прозвучавшей на заседании комиссии информации одним из серьезных успехов полиции называлось то, что удалось выявить в районе квартиры, которые долгое время были рассадником наркотической заразы. На сегодняшний день возбуждено два уголовного дела по притону содержания, одно из них групповое. То есть граждане предоставляют свое жилище для употребления наркотических средств. Как они приходят, предоставляют им помещение, то есть необходимые приспособления. То есть это и заварочные различные предметы, как ложки, тюбики и так далее, как жгуты, так же шприцы и там по выдаванию. Доходит до того, что можно прийти в адрес и там наркотик приобрести непосредственно в притону. На заседании шла речь и об имеющихся в районе проблемах в работе наркологического диспансера. Здесь достаточно остро стоит кадровый вопрос. И, кроме того, остается нерешенной задача переселения организации из ветхого здания. Есть проблемные вопросы по организации работы наркодиспансера у нас. К сожалению, сейчас в решении комиссии будет дано предложение обратиться к министру здравоохранения о том, чтобы совместными усилиями построить или капитально отремонтировать здание, в котором бы врачи эффективно работали. О деятельности учреждений физической культуры и спорта по пропаганде здорового образа жизни и о проведенных этим летом мероприятиях антинаркотической направленности отчитались руководители профильных комитетов администрации. Также на заседании антинаркотической комиссии шла речь о том, какая требуется помощь семьям в рамках первичной профилактики, если были замечены за подростками случаи употребления психоактивных веществ. Андрей Циханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково».